В свои 70 с небольшим легендарный самарский тренер по фехтованию Владимир Александрович Жилкин остается в спортивном строю. Привез на первенство города своих мушкетеров. Мастер спорта ни на секунду не сомневается, из них вырастут чемпионы. Как, например, бронзовый призер Олимпиады Татьяна Садовская. При отборе в секцию она даже не попала в подготовительную группу, но самовольно стала приходить на тренировки. Сейчас Садовская сама тренер и не упускает возможности напомнить тренеру об этом случае. Но при этом благодарна Жилкину за успешную спортивную карьеру. Он всегда говорит, что это неправда. Я всегда считала, что ты сильная спортсменка. Я говорю, нет, Владимир Александрович, был такой случай. Я это запомнила. Я тренировалась с сильными спортсменами. Это очень важный такой момент, когда ты есть за кем тянуться, есть на кого смотреть. Еще такой тренер, который нас заражал этим видом спорта. И он очень многое, что он давал. Он давал веру в себя, уверенность какую-то, какую в нас он вкладывал, что мы даже не сомневались, что мы самые сильные. То есть вот в этом плане он, конечно, тренер от Бога. Владимир Жилкин начал заниматься фехтованием в 12 лет, а уже в 20 перешел на тренерскую работу в Куйбышевском авиационном институте. Я в институт приехал поступать для того, чтобы стать тренером. И по-другому не мыслился. Только тренером. Только тренером. Только тренером. В крайнем случае руководитель какой-то спортивной школы. Мне очень много раз предлагали быть директом спортивной школы, но я как бы не был готов и не согрел. Потом открыл секцию в 54-й школе. Там он и воспитал известных на весь мир Ирину Шорину, Сергея Сомова, Анатолия Алякина, Василия Мишагина. Но даже те, кто не получил олимпийской медали, благодарны тренеру за успешную жизнь. Татьяна Ивина сейчас ведущий специалист на крупном самарском предприятии. Владимир Жилкин не только выдающийся тренер, он еще и умелый наставник, рассказывают молодые тренеры. Заслуженный тренер России работает и учителем физкультуры, и тренером-общественником в Октябрьском районе. Приобщает к здоровому образу жизни всех желающих. По мнению мастера, высшая награда для тренера, когда ученики приводят на тренировки своих детей. И любимую профессию не променял бы ни на какую другую. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.